Только за последний год почти двух тысяч алтайских жителей покусали бродячие собаки. По словам властей, региональная программа «Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» ситуацию не улучшила. И теперь агрессивных псов предлагают усыплять. Нас поддержал Совет муниципальных образований Алтайского края. Нас поддержала общественная палата слушания, мы проводили ассоциация сибирских дальневосточных городов в Сибири. Все-таки абсолютное большинство населения Алтайского края нас поддерживает в этом вопросе. Еще одно решение – повысить зарплаты в первую очередь бюджетникам. У разных категорий рост составит до 30%. На эти цели в краевой бюджет направлено порядка 3 миллиардов рублей. Вслед за инициативой президента, который инициировал увеличение заработной платы категориям граждан, от которых заработная плата зависит от минимального размера оплаты труда на 10%. Мы приняли решение в Алтайском крае, согласовали это решение на уровне правительства Российской Федерации, прежде всего Министерства финансов, что мы такое решение примем по всем категориям работников бюджетной сферы. Губернаторский срок без ограничений. Еще одно изменение в уставе Алтайского края поддержали парламентарии. Кроме того, теперь глава региона сможет избираться на свой пост более двух сроков подряд и освобождать от должности глав городов, если те не справляются со своими обязанностями. София Ценка, Александр Антропов, День с толком. Продолжение следует...